Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Он у вас получается такой, достаточно объемный, поэтому я не буду его перечитывать, хотя я его прочитал. Я буду его читать и давать комментарии. Итак, люди мне стали неинтересны. Вообще-то говоря, люди, как отдельная категория, на самом деле, могут быть интересны только тем, кто как-то связывает свой род деятельности с неопределенным числом людей. В остальном, люди действительно неинтересны. Мы такое можем наблюдать у представителей разных профессий. Например, профессия программиста, профессия библиотекаря, вот. Профессия химика, физика и так далее. То есть это люди, ну вот, которые действительно испытывают интересны другим людям. Ну, на каком-то таком общем, да, уровне. На самом деле, человек интересен другому человеку в контексте какой-то деятельности. Всегда. Эта деятельность не обязательно. является профессиональной. Эта деятельность достаточно разнообразна. Но это все равно деятельность. Беспредметно люди действительно неинтересны. Чем больше людей, тем больше они неинтересны. Поэтому сам по себе данный фактор, что вам люди стали неинтересны. Ну, как бы, это может быть связано здесь, да, как вот с теми аспектами, о которых вы пишете дальше. Я их коснусь. Но это может быть также связано с тем, что у вас вот формируются приоритеты, формируются какие-то ценности. А те, кто вас окружают, соответственно, это все не разделяют. Говоря о том, что люди вам неинтересны, можно же здесь заметить, что у вас есть партнер, в котором вы находитесь, как вы сами пишете, в нестандартных отношениях. Только вот здесь есть нюанс, что то, что вы описываете как нестандартные отношения, в общем-то, с моей точки зрения, не являются нестандартными. Они являются нормальными. Вот. То есть вам все-таки человек, судя по всему, по крайней мере, ваш партнер, он интересен. Или нет, но вы об этом ничего не говорите. Так что вот здесь вот, я повторюсь, да, есть такая вот история, что говоря об интересах к людям, вы как-то вот, на мой взгляд, ну, используете очень общую категорию. То есть здесь основной вопрос, пожалуй, в именно категориальности людей и категориальности интересов. Вот. Ну, интересно, точнее. А как вам должны быть интересны люди? А какие люди вам должны быть интересны? Такой вот вопрос. Да? Дальше речь пойдет о знаниях. И если мы не берем специфику знания, то в любом случае, получая знания, человек меняется. И, естественно, меняется его и его интерес тоже. Дальше. Вы пишите. У меня заметными темпами падает интерес к людям. Ну, то есть тут такое ощущение, что вы себя как-то заставляете интересоваться людьми. Ну, это есть причины. Я человек очень насчитанный в области психологии. Не только книги, но это отвечу же и вопросам к психологам, ответам. Это длится уже 13 лет. Что именно длится 13 лет, мне понятно. То ли то, что вы насчитанный в области психологии, так вы... как бы... Значит, исследуйте эту сферу 13 лет. То ли вы 13 лет замечаете то, что падает интерес к людям. Но. Я говорил о специфике знания и здесь, пожалуй, стоит об этом сказать. Дело в том, что изучать психологию, ну, во-первых, не системно. Во-вторых, не вне личной терапии и вне использования профессиональных целей приводит к тому, что человек начинает схематично воспринимать других людей. Создается ощущение, что тот, кто знает психологию, знает людей. И на самом деле то, что вы описываете как результат вашего знания психологии, говорит о том, что вы, как сказать, вы не изучаете психологию. Потому что, если бы вы ей учились, проходя при этом личную терапию и так далее, это необходимо. Вот. А вы бы приходили к тому, что люди как раз таки разнообразны. И то, что вы пришли к тому, к чему вы пришли, говорит о том, что вы используете психологическое знание для подтверждения чего-то, что изначально было у вас. То есть вы выцепляете, вы вырываете из психологии то, что подкрепляет ваши собственные какие-то изначальные установки. Вы с этим не согласитесь. Дело в том, что вы не первый человек, который так поступает. А я не первый раз говорю о том, что психологическое знание вне контекста изучения и становления как специалиста в этой области, оно вредно. И если вы не планируете использовать это психологические знания для психотерапии или для исследования науки, да, это знание ничего хорошего человеку не несет. Потому что человек находится во власти проекции, а человек находится во власти интроекции. И помочь ему вырваться из этого контекста, из этого круга может только другой человек. В данном случае психолог. Вопрос, который напрашивается здесь сам собой. Какова цель изучения психологии? Зачем? Зачем вам это нужно? Почему именно она? Тем более, что, судя по всему, вы не психолог. Для чего? Чаще всего люди приходят в психологию, чтобы решить что-то, решить какие-то свои проблемы. Не понимаю при этом, что свои проблемы таким образом через знания не вращаются. Это невозможно без другого человека. По этой причине мое мышление относительно жизни взглядов и мнений и прочего стало очень креативным и объемным. Объемным возможно, а вот креативным вряд ли. Дело в том, что вы описываете свое состояние как подальное обесценивание людей. Так вот, креатив и обесценивание несовместимы. Креатив возможен, когда нет обесценивания. То, что вы используете знания, то, что вы выводите свои индуктивно какие-то элементы знания, да, синтезируя то, что у вас есть, не делает вас креативным. Креативность это порыв, креативность это импульс. Креативность это, если угодно, проявление витальности. Оно спонтанно, оно неожиданно, оно неконтролируемо. На любую жизненную ситуацию я могу смотреть с десяти разных позиций. Возможно. Только момент в том, что это не нужно. Не нужно смотреть на одну и ту же жизненную ситуацию с десяти разных позиций. Достаточно вашей позиции. Но чтобы была ваша позиция, чтобы эта позиция не была директивной по отношению к другой позиции или ситуации, необходимо слышать себя. Слышать свои реакции, свои чувства. Также уважаю мнение и приоритеты других людей. Интересно, просто из любопытства, здесь у меня вопрос такой, если угодно, праздный. Речь идет о толерантности или о терпимости. Это разные вещи. Понимаю, что у каждого человека может быть по-своему, но это мое объемное мнение. Пожалуй, стало причиной того, что люди стали неинтересны. Ну, как я уже сказал, да, вы использовали в данном случае психологические знания для обесценивания людей. В случае их рассуждения я отчетливо вижу плоскость мышления. Ну, вы видите то, что вам бросается в глаза. То есть, по сути, это проекция. А если вы, как говорите, изучали книги, то вы знаете, что такое проекция. И вы знаете, что когда мы что-то в другом человеке видим, зачастую мы видим в нем то, что чувствуем сами. Мы приписываем человеку это. И я сейчас скажу страшную вещь. Но знания никак не влияют на шаблонность мышления. Напротив, знания делают мышление еще более шаблонным. Просто действительно становится оно объемным. Это вы очень верно подобрали слова. Действительно становится объемным. Но схематично меньше от этого не становится. Я думаю, очень просто это показать на примере, когда, например, специалист высококлассный, квалифицированный. Ну, допустим, пусть это будет врач общей практики. Или пусть это будет психиатр, который очень много знает. Такому человеку не заставить труда любой симптом, любое проявление классифицировать. Ну, вот беда. Классифицируя что-либо, выявляя что-либо и анализируя что-либо, мы очень сильно удаляемся от феномена. Феномен нельзя познать, его можно только почувствовать. Так вот, люди – это феномены. Вы же видите только симптомы. Дальше. В случае их рассуждения я счетливо вижу плоскость мышления, шаблонность рассуждения, а также куча стереотипов, с пеками вбиваемых на подкорку людей. Да. Только это лишь часть. Вы не видите общего, что вы не видите контекста. Дело в том, что даже при том, что есть похожие стереотипы, даже при том, что есть похожие каналы мышления, всегда это имеет индивидуальный оттенок, всегда это имеет индивидуальный окрас, всегда это имеет индивидуальный уникальный контекст. Но вы видите только внешне. В том смысле, что к одному и тому же можно прийти в порядок. Дальше. Значит, они все это как зомби столбичат все одно и то же, все одно и то же, и потому и так каждый день. Опять же, вопрос в контексте. Может быть, действительно, вас окружают люди, которые не особо чем-либо интересуются. Тогда это вопрос вашего окружения. Вы говорите о людях, которые вам не интересны, но вы не предоставляете выборку. Какая у вас выборка? Сколько этих людей? 100, 200, 300, 400, 500, 1000 человек. А с какими людях вы говорите? Мне кажется, что поговорить с человеком и более-менее узнать его требует достаточно серьезных усилий. Если мы хотим не просто увидеть что-то, что нам знакомо. Ну, например, я знаю, что такое сангвиник, я знаю, что такое холерик, я знаю, что такое эстероидный тип личности. И вот я пошел всех по такому принципу классифицировать. Ну, возможно, у меня и получится. Но не просто так известно, что в чистом виде типов личности таких не бывает. Дальше. Как гроссмейстер видит наперед ходы противника, я зачастую наперед знаю дословно, что скажут всех человек. Вот здесь про защиту. И здесь немножечко скрывается цель получения вашего знания. Вы хотите себя защитить. Вы хотите почувствовать себя в безопасности от людей. Знаниями вы отгораживаетесь от чего-то внутри себя, что реагирует болью на какие-то интервенции со стороны окружающих людей. Понимаете? Дело в том, что мне не нужно видеть наперед ходы противника, как вы говорите. Интересно, что другого человека вы считаете противником. Да, это аналогия, но довольно интересно. Я бы даже сказал символично подобраны здесь слова. Мне не нужно просчитывать ходы. Мне это не нужно. Когда человек делает свой ход, я просто позволяю себе быть собой и реагировать на это так, как мне хочется. Одни и те же слова, одни и те же фразы, одни и те же мысли могут быть сказаны с разными контекстами, с разным посылом, с разным чувственным наполнением. Но если бы мы были к этому чувствительны, если бы вы были к этому чувствительны, не уходя в интеллект. Но, на мой взгляд, именно от чувствительности своей вы и предпочитаете обижаться. Там больно, там неопределенно, там порой ничего не понятно, там хаос, но это и есть жизнь. Дальше. Значит, усугубляет положение моя нестандартная личная жизнь. Ну, здесь я бы сказал о чувстве стыда. Принимая во внимание, что вы человек очень рациональный, вероятно, вы, так же, как и с предыдущим моим утверждением, не согласитесь с этим. Что вы стыдитесь своей нестандартной личной жизни. Нет, она вас устраивает. Она вам нравится. Я не говорю им, что вы терпите ее. Я не знаю, мне кажется, что вы не тот человек, который прям откровенно будет что-то терпеть. Но то, что вы испытываете стыд, то, что вы чувствуете себя, условно говоря, белой вороной в этих отношениях, это факт. И единственный ваш способ обратиться с чувством стыда и, может быть, в целом, с ощущением своей нестандартности, это обесценить, схематизировать, классифицировать с точки зрения других людей. Мне кажется, что здесь вы демонстрируете, сейчас я очень неприятную вещь скажу, демонстрируете свою личностную незрелость. Видите ли, то, что вы называете шаблонностью, то, что вы называете плоскостью мышления, это ведь не что иное, как непринятие другой человеческой реальности, какой бы она была. Вот если бы вы сказали примерно следующее, если бы вы сказали, о, ну, вот человек думает так, он классный в этом, его мнение действительно ценно, но есть и моя позиция, где вот так вот, то было бы по-другому. А вот шаблонность, то, что вы называете шаблонностью и плоскостью мышления, это графское проявление незрелость. За годы своей практики, я не буду скрывать, действительно люди встречаются, которые говорят практически одно и то же, чисто вербально, а слово в слово. Вот только контекст у этого всегда свой, он неповторимый. Услышать его, увидеть оттенок этого контекста не всегда бывает легко. Дальше, практически с каждым человеком у меня получается, дословно, один и тот же диалог. У тебя есть мужчина, да, есть, сколько вы встречаетесь, н лет вы до сих пор не женаты, нет, зачем тогда он тебе нужен, бросай его, еще и нормального, который замуж позовет. Вообще-то, нас обоих утраюркостевые отношения. Как это, ты не хочешь что ли замуж, а почему? И здесь у меня возникает следующий вопрос. Вопрос. Вопрос имеет, хочется верить, несколько моментов. Первый момент. Видите ли вы тот эмоциональный заряд, который человек вкладывает в этот диалог? Ведь то, кто говорит от того, кто перед вами, многое зависит. Если это мужчина, это одно. Если это женщина, это другое. Если это, скажем, пожилой человек или старый, это третье. Если это ребенок, это четвертое. Если это ваша подруга или друг, это пятое. Если это ваша коллега по работе, это шестую и так далее. Эмоциональный заряд здесь очень важен. Следующий момент. Вопрос, касающийся личной жизни, является тем, о чем люди имеют право не говорить. Мне интересно, а каким образом заходит вообще об этом речь? Ну то есть, почему, глядя на вас, у человека появляется желание вас об этом спросить? Причем, судя по тому, что вы пишете, это происходит неоднократно. И мне интересно, неужели у вас, у вас двоих, нет тем более интересных? Понимаете, если бы я встретил вас или кого-то другого, я не скажу, что прямо последнее, о чем бы я спросил, это была личная жизнь человека, но где-то на последних местах. То есть, последнее, что меня интересует, это личная жизнь человека и, например, его религиозные взгляды или его, допустим, скажем так, финансовое положение. Это последнюю. Это последнюю. И нет, совсем не потому, что мне это не интересно. Это скорее больше любопытно, то есть, просто любопытство. Вот. Но просто есть вещи более интересные. И у меня вопрос, как получается, что вы со своим собеседником говорите именно об этом? У меня вопрос, а почему вы не пресекаете этот разговор? Ну, то есть, у тебя есть мужчина? В случае, я не хочу этого с тобой обсуждать. Я не хочу об этом говорить. Точка. Конец. Этого бы разговора не было. Быть. Но нет, вы отвечаете, вы зачем-то начинаете обрадоваться. Кстати, вот, ваша реплика, вообще-то нас обоих устраивает гостевые отношения, это уже оправдание. Не оправдание было бы, я так хочу. Но, почему вы не пресекаете такие разговоры? Ладно, если бы вам нравилось, если бы вы как-то вот, ну не знаю, испытывали наслаждение, удовольствие от такого рода бесед. Но вам не нравилось? И почему-то вы продолжаете об этом говорить. Почему-то вы демонстрируете здесь позицию на самом деле виноватого человека. Человека, который должен доказать, что его выбор отношений имеет право на жизнь. Ну, а другой человек, конечно же, чувствует это и давит на вас. Дальше вы описываете, в общем-то, то, что является не шаблонностью мышления, как вы это называете с легкой руки, а является следствием того, что у вас не простроены личные границы. Далее вы пишите. Вот такой диалог я выучил уже как отчинаж. Он дословно повторяется со всеми стандартно мыслящими людьми. А вот снова как бы обесценивание идет. То есть человек, который демонстрирует такую ценность вам, он для вас заодномыслящий. Правильнее было бы сказать стереотипно, потому что семейный стереотип действительно существует. Но знаете что? Мне интересна ваша ответственность в том, что такой разговор существует. Мне интересно, что вы сбегаете вперед. Хочется сказать, что избегаете же этих людей. То есть вам неприятно сталкиваться с этим. Какая ваша ответственность в том, что такие разговоры будут возможны? Вот приведу вам другой пример, немножечко более вызывающий, но, как я надеюсь, показывающий то, что я пытаюсь сказать. Предположим, мужчина откровенно заигрывает со всеми женщинами, которых видит. Ведет себя вызывающе, пытается соблазнить. Естественно, глядя на такого человека, возникают только одни мысли. Эти мысли абсолютно нормально. Что перед нами, как бы, значит, либо Казанова, да, либо там, человек озабоченный. Вот. Но потом к такому человеку подходишь и говоришь ему. Слушай, а что ты делаешь? Он говорит, ну как, пытаюсь провести ночь с дамой. Ему задаешь следующий вопрос. Сколько дам этих у тебя уже было? Он говорит, ну, сбился со счету. А у него спрашиваешь дальше, устраивает ли тебя такая жизнь? Он говорит, ну, устраивает, конечно. Ты говоришь, ну, как так можно жить? Это же аморально, неправильно. Человек начинает оправдываться. И такой человек может сказать, что все, с кем он встречается, говорят ему примерно одно и то же. Но беда в том, что он ведет себя с одной стороны вот так, как он ведет, что наводит на совершенно конкретные мысли. А с другой стороны, он не закрывает эту дверь в коммуникации с человеком. Он не притекает подобное общение. Он не говорит, что личная жизнь – это только моя личная жизнь. Она вас не касается вообще-то. И в то же время этот человек никак себя не проявляет по-другому. Что заставляет думать о том, что он только этим и живет. Естественно, я то, что сейчас рассказал, не хочу, чтобы вы прям брали и полностью переносили на себя. И уж не дай бог подумать, что я пытаюсь вас как-то оскорбить. Просто я говорю о некой стратегии жизни. Ведь то, что вы описываете, очень похоже на попытку вас подавить. На попытку вас подчинить, на попытку вас переубедить. Переубеждать нам хочется далеко не всех. Мне интересно, почему хочется переубеждать людям вас. Дальше. Вот вы пишете, он довольно обословно повторяется со всеми людьми, не признающими других жизненных позиций. Что ж, вполне возможно. И это вопрос уже вашего окружения. То есть, вы выбираете окружение, которое признает такую позицию. А еще, кроме личной жизни, часто дают советы, задают вопросы по поводу внешности. Да, она у меня тоже неординарная. Во мне две нации и две расы. Внешнесть это то, что действительно бросается в глаза. Но, когда у людей есть совместный интерес, грубо говоря, когда людям есть что делать, Вопросы внешности отходят на задний план. Довольно простой, я бы сказал, элементарный пример. Я, в электричке, ПАБЫ, приходя из вагона в вагон, Между, допустим, вагонами. Ну, как-то вот я упал. Я хочу, чтоб мне помогли. Ну, я думаю, что вы понимаете, что мне будет все равно, в какой внешности человек, который мне поможет. После того, как он мне поможет, я буду его благодарить. Мне будет также плевать на его внешность. Потому что, есть другие интересы. Напротив, если я сижу в кафе, ко мне подходит человек и говорит, Вы здесь один, место свободно, можно я посижу. И он садится. И нам нечего делать. И мы не знаем друг друга. У нас нет ничего общего. То мы будем, конечно же, в первую очередь, смотреть на то, как человек выглядит. На то, как человек одет и так далее. Это нормально. И чем более выбивающаяся у человека внешность, чем более она яркая, тем больше шансов на то, что это будет привлекать внимание. Это нормально. Если у вас две нации и две расы, как вы говорите, и вы обладаете нестандартной внешностью, естественно, это будет привлекать внимание. Да. Но очень важно, как на это реагируете вы. Очень важно, что вы пресекаете, если вам не хочется об этом говорить. Если вы считаете, что это ваши личные границы. очень важно, что вас связывает с этими людьми. Если вы приходите на работу, устраиваться тем же программистом, а вам говорят, о, а что это у тебя такая внешность? Это признак непрофессионализма. Если вы встречаетесь с мужчиной, ну вот, первое свидание у вас, и человек говорит, что это у тебя такая внешность. Как минимум, это бестактно. Понимаете, да? То есть, вы здесь, в контакте с другим человеком, выступаете очень пассивно. Как будто бы нет вашей ответственности в том, как будет выстраиваться разговор. Как будто бы нет никаких ваших усилий для того, чтобы перенаправить человека во что-то другое. Да, забегая чуть вперед, я скажу, что вы пишете о том, что делаете вы. Но, есть свои нюансы. О них я скажу еще. О них я еще скажу. Но вот в рамках примеров тех диалогов, которые вы привели, вы очень пассивно в этом выглядите. А ведь речь идет про вас. Речь идет о ваших личных границах. Речь идет о самом близком для вас. Понимаете? И у меня снова возникает это чувство, что вы стыдитесь. Как в своей внешности. Из-за чего вам хочется убеждать. Потому что бегут люди от стыда. От чувства ненормальности. Так и от своей личной жизни. И как меня вот это все утомило. Пишите вы, как надоело. Все это людское плоскомыслие, шаблонное высказывание. Раздача в одних и тех же советах, о которых я не присыл. Это вопрос, я повторюсь, того, о чем я говорил до сих пор. Я вижу людей, заказированными какими-то на одни и те же мысли и фразы, затертые до дыр и до точноты и надоевшие. Если возможно у этих людей с вами проявиться по-другому. Поэтому я часто предпочитаю одиночество и ученничество. Нет. Это в данном случае то, о чем говорил мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Это избегально. С этими людьми вы избегаете сталкиваться. Ведь понимаете в чем дело? Вас утомляет, утомляет то, на что нужны усилия. Скука – это про боль. Утомление – это про напряжение. Что-то требует ваших ресурсов, что-то не делает вас свободной. Ведь если вам по-настоящему плевать и не интересно, то вам все равно это не вызывает каких-то чувств. Это не сцепляет вас. Но вы здесь говорите об утомлении. Вы здесь говорите об избегании. Вы здесь говорите о скуке. Неинтересно, это скука. А это про боль. Дальше. Сейчас я сбегаю встреч с кем-то на улице, кого я давно не видела. Потому что, опять, шаблонный набор фразных советов. Ну, об этом я уже сказал. Теперь не знаю, что с этим делать, что делать, чтобы что, как перезагрузить программу. Но я бы больше развивал эмоциональный интеллект. И ваши комплексы, которые у вас есть, тоже бы поисследовал. Иногда я людям говорю, хватит шаблонов уметь, так попробуйте хоть раз смотреть иначе с другого ракурса. Зачем? Это императив, это директивная позиция, это родительская позиция. Она вызывает только протест. Вы можете поделиться своим мнением с человеком. Человеку оно либо откликнется, либо нет. Но говорить так, как вы говорите. Это, опять же, как будто бы крик о том, услышьте меня, примите меня. А пока они такие глаза делают, как будто я им предлагаю спрыгнуть с обрыва. Опять же, вы обобщаете, нужно смотреть каждую ситуацию индивидуально. Я часто стараюсь делать человеку разрыв шаблона, разбудить от спячки, вывести из гипноза. Зачем? Для чего? Почему вы считаете себя вправе это делать? Почему вы ставите себя выше других людей? Почему вы не допускаете, что человеку может быть так комфортно и приятно? Это, в данном случае, потребность выступить в позиции нас. То есть, вы склонны к тому, чтобы по отношению к человеку занимать позиции нас. А это необходимо, когда я чувствую, боюсь и не принимаю свою слабость. Даже на сайте вы под именем анонимка зарегистрировали. То есть, как бы, скрывают. У меня два вопроса. Как окончательно не уйти в одиночество? Сказал. У меня вообще с головой все нормально? Это, я полагаю, не область психологии. Это область психиатрии и клинической психологии. Для психологов все люди являются нормальными. Даже тех, кто имеет какой-то диагноз. Если вы сомневаетесь в своем психическом здоровье, вам имеет смысл пройти обследование у психиатра либо у клинического психолога, чтобы вам поставили диагноз или подтвердили, что с вами все в порядке. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.